Эта проблема именно как раз является той проблемой, которая сегодня не дает возможности инвесторам ходить в нашу страну и во многие бывшие страны Советского Союза. Понимаете, вот один из пунктов при обсуждении со своими партнерами о том, что я, если меня горожане поддержат мэром, то, конечно, эти вопросы обсуждаться вообще никогда не будут. Я официально заявляю, что вопросы, как мы говорим сегодня, откаты или благодарность или вознаграждение, а проще давать открытым языком взятки, они вообще не могут стоять на повестке дня категорически. Если я сегодня с своими партнерами, с которыми работаю более 20 лет, мы говорим и честно смотрим друг в друга глаза и зарабатывая бизнес, строя проекты, мы платим налоги государству, то у нас никогда вообще не рассматривается вопрос, кому мы должны столько дать. Ведь мы сегодня пополняем бюджет, мы даем рабочие места, мы сегодня платим налоги. И вот эти налоги государство должно уже использовать во благо населения в своих программах. Поэтому, когда я говорю сегодня о том, что я, Николай Киличук, как бизнесмен, подписал сотни протоколов, намерений о том, что мои партнеры войдут в город, то сегодня мне нужна необходимость убедить бельчан, что если став мэром, я проведу первое, что международный форум, причем в ближайшие 2-3 месяца, не позже, после того, когда мы проведем бизнес-проекты и инвентаризацию всего имущества, что у нас происходит в городе, когда мы проведем аудит финансовый и поймем, на каком небе мы находимся, какие у нас долги, какие у нас, извините, взяли предыдущие власти кредиты и повесили их, потому что завтра рассчитываться нужно по долгам администрации города. Но потом, потом, потом об этом поговорим. Поэтому я должен вот эту всю картину нарисовать, но в ближайшие 2-3 месяца мы должны провести международный форум и привести всех их инвесторов. И когда я уже, если меня народ поддержит, бельчане поддержат, дадут мне право представлять их интересы в городе, то тогда я уже уполномочен другими статусами от имени мэра города и администрации, подписывая с ними соглашение, выделяя им участки земель в тех или иных проектах. И здесь, вы извините, вы здесь право сказали, интересы отдельных коррумпированных лиц не могут рассматриваться.